на ремонте вот такой платшет bravis модель mb 751 поломка как обычно не заряжается я вот включаю зарядное устройство и смог его зарядить потому что новый кабель как-то так подогнул вот видите сейчас как-то так подогнул и она заряжается в каком-то положении заряжает поэтому его зарядил он в рабочем состоянии ну и что необходимо сделать разобрать разбирается очень просто тут такой ободок за который нужно завести снимаем вот есть доступ сейчас к штекеру к разъему так просто под к нему подойти не получится как видим он наполовину углубленный специфический разъем сейчас посмотрю если у меня такой но в любом случае для того чтобы его поменять тут только замена уже где-то в ремонте кто-то его приносил и сказали что там чего-то смотрели чистили ничего не помало все равно под что нужно снять снимаем шлейфы что еще но посмотрим нужно ли отпаивать но в любом случае нужно выключить планшет отпаять провода здесь у нас антенна и еще вот эти провода микрофон и динамики ну и будем заменять разъем что теперь я открутил винты теперь снимаем камеру отщелкиваем снимаем один шлейф отщелкиваем снимаем второй шлейф можно теперь снять держит вот это все можно просто по вытаскивать и не отпаивать а вот питание провода толстая это поможет просто телепаться кстати микрофон как мне кажется был вставлен не туда куда нужно я думаю что его сюда нужно вставить он был вставлен сюда и кабеля не хватает он пережимает даже такая борозданная аккумулятор я думаю что сюда нужно вставлять специально даже дырочка для микрофона уже кто-то поставил не в то место ну и что нужно сделать отпаять плюс минус и антенну и тогда можно будет или даже только плюс минус отпаяем антенну отсюда открутим ее можно будет еще два винтика чтобы нет не отпаивать еще два провода можно отсоединить просто эту сторону эту часть вот так будет телепаться на 2 2 провода таки придется отпаять плюс минус вот аккумулятор обыкновенным паяльником важно только не не замкнуть при этом плюс и минус провода толстые сразу не отпаиваются все когда один кабель отсоединен уже тогда не страшно не страшно что-то и замкнуть так у меня еще есть вот это вот не могу убрать наклейка сдерживающая или вот таким образом сдираем или отрезать теперь спокойно может отпаяться и отсоединится все у нас разъем под под замену что с ним в принципе не видно никаких трудностей скорее всего он просто устал по контактам и нужно его поменять как менять разъем дальше все покажу ну что же а я вам покажу как я приспособился снимать и ставить разъемы феном можно сдуть или перегреть плату потому что нужно нагревать сильно правда такой разъем легче снимается он снизу не пропаян но однако нужно одновременно и контакты массы корпуса снимать и контакты именно проводников поэтому я располовиниваю корпус что я делаю вот здесь в районе ножек здесь в районе ножек отпиливаю сбоку не сверху на сбоку один пропил снизу в районе ножек тоже второй пропил верхняя крышка снимается и тогда есть доступ к пластику с контактами можно отдельно отдельно работать с пластиком отдельно с корпусом ну делаю это обыкновенным дремель называют еще гравировщик как угодно значит пробовал я это делать и большим маленькой болгаркой но она зализывает диск толстый она зализывает металл вот такая тонкая штука режет очень хорошо поэтому включаем все с одной стороны отрезал переворачиваю все время уходит рука куда-то в сторону на приближение верхушка отпал у нас теперь доступ к пластику доступ к контактам теперь вот этот пластик он отдельно теперь этот пластик можно отдельно выпаять он контакты подогреваются и отдельно пластик отпаивается потом отдельно уже металлическая часть корпусная очень удобно мне нравится не перегревая плату можно если делать это термофеном перегревается плата в отдельных случаях иногда можно или дорожки испортить или рядом стоящие детали они очень близко ну что мы делаем дальше теперь у нас освободился пластик теперь широким паяльником притрагиваемся к сразу к пяти контактам и снимаем пластик вместе с контактами пластик отошел вместе с пятью контактами что дальше ну а дальше уже теперь мы можем отпаивать и корпус отдельно тоже широким большим паёмником хорошо отходит неудобно держать на весу для того чтобы снимать но однако все теперь у меня теперь мне осталось с помощью улового отсоса отобрать сделать отверстия чтобы можно было легко вставить но и залудить уже теперь маленьким паяльником контакты для того чтобы разъем хорошо стал и хорошо припаялся с помощью улового отсоса я хочу сейчас отобрать лишнее улова с отверстий для корпуса вставляем в отверстие разогревается это можно сделать не обязательно улового отсоса можно это сделать оплеткой проводной проводами собрать лишнее улового отсоса в данной ситуации удобно посмотрим получилось ли отверстие есть если видно то есть сплошниковое отверстие все теперь маленьким паяльником заложиваем вот вот эти пять контактов ну и хотел обратить внимание что не обязательно маленьким потому что пять контактов находится на краю даже если у вас не маленький паяльник с этой стороны здесь хотя и есть детали будут мешать большому паяльнику но можно с этой стороны подойти можно не маленький но будьте внимательны перегревать не эти дорожки пятаки дорожек нельзя они могут отойти от слоится поэтому лучше это делать все-таки небольшим паяльником или даже паяльником с терморегулятором чтобы контролировать нагрев бо если он будет слишком большой может отслоится это большая проблема потом нужно куда-то проводники отдельно бросать вот так обыкновенным паяльником это сделать несложно ну что же я готов залудить контакты это очень просто они уже там чаще всего в нормальном состоянии это достаточно уже заложено видно что они теперь уже белые а это значит что разъем новый вот новый разъем он туда станет и его можно будет легко подпаять вот он прямо туда как родной стал все теперь прижимая нужно подпаять сначала контакты потому что на но хотя даже мы можем по-другому сделать они в принципе желтые но вдруг они не золоченые если не золоченые то могут не очень хорошо заложиваем только без фанатизма должно быть мало мало припоя почему он занимает место припой и немного выворачивается когда мы ставим разъем немножко выворачивается из-за припоя именно поэтому нужно сначала припаивать контакты в разъеме а уже потом корпус потому что то место потому что она становится не очень в корпус контакты отталкивает немного собственно все прижимаем он стал на место уже теперь выровнялся по отношению к корпусу контакты припаялись можно еще проверить еще раз каким образом еще раз смазать не добавляя контакты были заложены и с той и с той стороны добавлять припой не нужно иначе они маленькие соединятся два контакта и потом сложно разъединять флюс перейдет сразу на два контакта потом сложно их разъединять ну собственно все вот и весь ремонт ну конечно не весь сейчас нужно еще пропаять ножки но это уже отдельная история нужно что сделать нужно подключить подключить зарядное устройство и проверить приходит ли плюс и минус и затем уже все ли в порядке приходит и плюс и минус минус кроме всего должен быть еще и на корпусе а плюс какой-то или одна в зависимости от перестановки разъема или с одной стороны или с другой не так важно почему потому что бывает так что кроме того что разъем вышел из строя еще где-то здесь на дорожках обрыв и плюс по дорожке не приходит пока все не так плохо пока вы не запаяли разъем будет его сложно снять и восстанавливать дорожки нужно ну что же для проверки все нормально подпаялась я еще как сказал корпус на ее часть не под не припаял но сейчас уже могу проверить значит подключил зарядное устройство на корпус и вот здесь плюс приходит на вот этот конденсатор на край конденсатора ставим наверное видно да приходит на плату 517 ну значит питание пришло а значит ремонт произведен сейчас я теперь уже без проблем любым малым паяльником не получится запаять корпусную деталь тут нужен уже паяльник такой серьезный там минимум 40 лучше 60 вот у меня даже больше чем 60 80 или 100 и он хорошо подпаивает такие большие детали ну собственно все ремонт произведен практически допаиваем собираем в обратной последовательности и уж не буду показывать как назад собирать кто разобрал тут соберет и в обратной последовательности всего доброго вы увидели сейчас что с помощью обыкновенных инструментов можно делать не слабый ремонт потому что не не все меняют разъем из-за сложности перегрева но это возможно повторяйте подписывайтесь на канал всегда сможете увидеть как несложно ремонтировать различную бытовую технику ну и не только много авто тематики дизайнер дизайн интерьера все это вы сможете увидеть на моем канале валяния шерстью мокрая тоже это сможете увидеть увидимся на канале подставляем паяльник туда капельку припоя и все подставляем паяльник нагрелась капаем припоя все собственно это не сложно